Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Валайчая Знодяку, всем вам за то, что вы снова нашли время и забежали ко мне в гости. Совсем немного остается до нового года, подготовка наверняка у многих идет полным ходом. Но я для вас работаю, поэтому мне очень приятно, что вы смотрите и конечно же не забывайте меня поддерживать. Помимо своих просмотров от начала до конца, не забывайте пожалуйста ставить лайки, подубайки, сердечки, это все одно и то же. Это очень важно и приятно для меня и конечно же для ютуба, для алгоритмов. Большое спасибо и конечно же подписывайтесь, комментируйте в процессе, всегда есть что сказать. А если у вас есть возможность еще и стать спонсором этого канала, я вам буду безгранично благодарен. Огромное спасибо всем тем, кто уже является спонсорами, вы наимовернее. Дякую от всей души. С наступающим новым годом, с пятницы и теперь врываемся в новости. Всем приятного просмотра, погнали. А начну я сегодня с Лаймы Вайкули. Да, Лайма Вайкули в последнее время уже очень много говорит, рассказывает, кого-то это радует, кого-то огорчает, но как вы видите она не останавливается. Лайма Вайкули в этот раз решила защитить Аллу Пугачеву от нападок Сергея Соседова. Но вы же знаете, что Сергей Соседов неравнодушен к Алле Пугачевой уже очень много лет. Сначала любил, теперь ненавидит. И ему только дай повод ее обгадить. Вот Лайма Вайкули не выдержала и ответила Соседову все, что она думает по этому поводу. Цитирую, он критикует Аллу Пугачеву, а сам надел какую-то рубашечку, повязал какую-то ленточку на шее дешевую, типа он такой стильный. Не говори ничего про Аллу, расскажи, кто ты сам, чего ты достиг. Алла большая звезда, первая певица в России, через 50 лет она будет первая. И никто ее уже никогда не перепоет. Вот так вот Лайма Вайкули решила, так сказать, деликатно прикрыть рот Сергею Соседову. Но вряд ли это, конечно, произойдет. Я думаю, сейчас Соседов начнет отвечать Вайкули, и это будет надолго. Напомню, что его не так давно выперли с НТВ, хотя он так старался, так работал. Ну, в общем, выгнали. Мы все сами прекрасно понимаем, по какой причине. Елена Захарова боится за свою жизнь. Все дело в том, что уже больше года ее преследует какой-то неадекватный поклонник. Ему 46 лет, зовут Александр Силай. Он хочет, чтобы Елена Захарова просто вышла за него замуж. Ничего особенного. Этого мужчину даже не пугают и полиция, и охрана Елены Захаровой. Началось все весной прошлого года. После одного из спектаклей Захарова получила пакет от него. В нем лежал немного странный подарок – еловые шишки, орешки и письмо, в котором он ей предлагал выйти замуж за него. Тогда Елена Захарова не придала этому никакого значения, потому что презенты для нее – это обычное дело. Дальше Александр стал ее преследовать в разных городах. Иногда он даже после спектаклей бросался под машину, в которой она ехала. Цитирую. «Был случай, когда охранник довел меня до машины, открыл мне дверь, я сажусь, и тут подлетает он, открывает другую дверь и пытается меня схватить. Я даже не успела заблокировать двери. Мне очень страшно. Возможно, завтра или послезавтра он узнает, где я живу, и придет ко мне домой. Что тогда делать? Он уже угрожает, что я буду либо его, либо ничьей. Чтобы обезопасить себя, она вместе с адвокатами готовит соответствующее заявление в полицию. Она надеется, что в отношении этого преследователя, поклонника, будет возбуждено уголовное дело. Но вот она, обратная сторона медали. Мы уже таких историй очень много слышали, когда неравнодушные, максимально неадекватные поклонники, фанатики, я бы так сказал, просто не дают жить спокойно своим кумирам. Знаете, одно дело восхищаться творчеством, уважать людей, любить, ценить. Другое дело вот доходить до такого безумия. Украинский певец Юлик шокировал, что его автомобиль побили прямо в центре Варшавы. В Польшу он отправился вместе с певцом Залеську с благотворительным туром с целью сбора средств для ЗСО. В среду состоялся первый концерт, а утром Юлик на паркинге возле дома увидел свой изродованный автомобиль. Он абсолютно уверен, что это была намеренная провокация навредить владельцу авто с украинскими номерами, ведь никакой кражи или намека на это не была. Цитирую. Первое. Шок. Дальше. Осознание, что я делаю все правильно. Все живы, окна заменятся. Хорошо, что ценные вещи и костюмы мы забрали с собой. Больше всего удивляет тот факт вандализма навредить. И так тяжело, каждый украинец борется за свою свободу своих территорий. А здесь такое. Нас не испугайте, едем дальше собирать средства для ЗСО. Когда утром менеджер прибежал с удивленным и злым лицом, я понял, что случилось что-то нехорошее. Он утром пошел продолжать оплату за паркинг и рассказал, что увидел вот тоже разбитое авто. Ужас и злоба. У нас и так все по графику плотно, а тут еще полдня придется возиться. Но мы понимаем, что карма есть. И тот, кто это сделал, будет привлечен к ответственности. Жду ваших комментариев. Мы продолжаем. Народная артистка Украины Наталья Могилевская рассказала, как пережила серьезное нападение грабителей. Она тогда получила немалую премию за победу в музыкальном фестивале «Славянский базар». Это в Беларуси, это было очень давно. Эта информация распространилась сразу быстро в прессе. Грабители об этом узнали и ворвались в квартиру Могилевской. Ее тогда поколотили, закрыли на балконе и пытались ограбить. И вот как она об этом рассказывает. Цитирую Наталью Могилевскую. У меня была ситуация, когда я на «Славянском базаре» победила. Мне эту премию не дали, а там 6 тысяч долларов была премия. Мне ее не отдавали 5-10 лет. Она мне уже не нужна была, когда мне ее отдали. Но прошла эта информация в газетах. И что ты думаешь, на меня напали? Это было очень серьезно. Избили меня. Меня спасло то, что я заговорила с мамой по телефону в этот момент. Я была в квартире. Открыла дверь, получила удар в лицо. Он меня потянул, и я оказалась за секунду на балконе. Но я разговаривала по телефону, и остальные, с кем он был, подумали, что я не одна дома. Они сбежали, его оставили. Ужасная история. Не хотел бы, конечно, никогда в таком участвовать. Но, к сожалению, в моей жизни тоже была такая история. Я вам как-то рассказывал тоже. Когда вот так идешь вечером домой, ничего не предвещало беды, как сзади тебе по башке стучат. Да, еще в такое время, знаете, 8 вечера. Было дело, было. Не хочу даже вспоминать. Надеюсь, что у вас такого не было. И не дай бог, чтобы когда-то вы с таким столкнулись. Потап, после того, как провел Рождество в Великобритании, рассказал, где же он находится сейчас. Ребята, какие радостные новости. На своей странице в Инстаграм Потап сопостил новое селфи, на котором он с 15-летним сыном Андреем от Ирины Горовой. И всем сообщил радостную и прекрасную новость, что он вернулся в Украину. И Новый год тоже будет здесь встречать. Цитирую. Новый год дома с самыми родными. Так что надеюсь, что теперь все выдохнули. Потап вернулся. Насколько надолго это, конечно, большой вопрос, но тем не менее. А фронт-вумен группа The Heart Kiss Юлия Санин решила впервые прокомментировать слухи о том, что после 12 лет брака она разводится со своим мужем Валом Бибко. В СМИ появилась информация, что Санина и ее муж переживают сейчас кризис и находятся на грани развода. В общем, все очень плохо. Журналисты, конечно же, быстренько связались с Юлией. И вот что она сказала. На сегодняшний день нет украинца, который не переживал бы сложный период. Но слухи о разводе не соответствуют действительности. Мы считаем, что в стране достаточно более важных тем для обсуждения, чем личная жизнь Юлии Санин. Разводится или не разводится, понятия не имею. В любом случае, если вдруг это окажется правдой, незамеченным точно это не останется. Тони Матвиенко рассказала, что в свое время очень сильно хотела записать дуэт с известным украинским рэпером Сковка. Но тот ей отказал. Не захотел. И вот как она об этом вспоминает. Я хотела со Сковка записать дуэт, но он не отказал. Мне передали такое послание от него. Неинтересно. Настоящее имя Сковка Владимир Самолюк. Он приобрел известность, выпустив такие хиты, как «Незабудемо» и «Непрубачемо» и «Чутый гимн». Ну и также у него есть, конечно, другие песни. Но не захотел с Тони Матвиенко делать коллаборацию. Но, видимо, наверное, у них настолько сильно разный репертуар. А может, просто вот человек не хочет, знаете. Честно признаюсь, я вот, если абстрактно представить, конечно, этого никогда не будет. Если бы я когда-то стал бы, допустим, там, певцом, я бы точно не хотел бы ни с кем из украинского и российского шоу-бизнеса делать какие-то совместные песни, коллаборации «Упаси Господь». Я для себя, вот знаете, почти уже три года я веду YouTube-канал и понял одно, что в шоу-бизнесе лучше быть, знаете, сам по себе. Вот честное слово. Потому что любая, вот знаете, дружба, коллаборация, общение потом переворачивается непонятно во что. Но это я. Люди все равно, как вы видите, делают. Поэтому, ради бога, я лишь только от себя говорю. Дом Бейонса, где она жила с рождения до пяти лет, загорелся прямо в рождественскую ночь. 25 декабря, в 2 часа ночи, в техасском особняке начался пожар. В момент воспламенения внутри находились новые владельцы этого дома. К счастью, им вместе с двумя детьми удалось спастись. Семья выбежала на улицу в одних пижам. Самую большую площадь огня хватил на втором этаже. По прибытию спасательных служб пожар удалось потушить за 10 минут. Кит Розен, это организатор экскурсии для поклонников Бейонса, сказал, что ее дом, детство, постоянно пользовался большим интересом среди фанатов. Вот и думайте, как и что, и почему там могло так произойти. Но слава богу, что никто не пострадал, все живы. И это чудесно. Надеюсь, что страховка там сможет покрыть все расходы. Дом отстроится заново. Компания Лой Виттон откроет свой первый отель площадью 6000 квадратных метров в центре Парижа на Елисейских полях. Здание будет похоже на гигантский сундук бренда, украшенный огромными пряжками и символом монограммы. Отель откроется в 1926 году и примерно вот так вот это все будет выглядеть. Отель Лой Виттон. Могу себе представить, какой там будет дизайн и кто там будет отдыхать. Амбассадоры и любители Лой Виттон. Но цены соответствующие, конечно, будут. Адвокат Филиппа Киркорова сравнил его вдруг неожиданно с Достоевским, комментируя идею лишить его звания народного артиста. Потому что у Киркорова сейчас проблемы. Вот, несмотря на его извинения, ему это не особо помогает. Там, значит, даже вчера, по-моему, его сайт был заблокирован. Но потом, как вроде представители прокомментировали, что это технические какие-то моменты. Никак это не связано с тем, что он побывал на той самой вечеринке у Ивлеевой. Но все же проблем у него много на данный момент. Его извинения, конечно, это чтение суфлера. И не более того, там искренность. Но все это смешно было слушать. Особенно фраза «Я зашел не в ту дверь». Ну хорошо. Знаете, вот, если даже поверить человеку, что он зашел не в ту дверь. Я дико извиняюсь. Можно зайти не в ту дверь? А как можно было прийти вот в этих кружевах и рюшах? Извините, а ты куда так наряжался? Случайно, да? Вообще вот прям абсолютно. Выплясывал там. Фотографировался. Я вас уверяю. Если бы никакой шумихи не было, никто бы не извинялся. Они бы все гордо рассказывали, как они прекрасно провели время. Просто что по голове надавали. И вот теперь все они ошиблись дверью. Да, и наряды такие случайно. Там, видимо, на входе выдавали. Так вот, Александр Добровинский, это адвокат Киркорова. Если вдруг кто-то еще не знал, сказал, что звание Киркорова было присвоено за творчество. Поэтому участие в вечеринке Ивлеевой не может быть основанием для его лишения. Цитирую. Вряд ли у Филиппа Киркорова найдут основания для того, чтобы у него каким-то образом забрать звание. А что ставится Филиппу Киркорову в вину? Ему ставят, что он пришел на вечеринку? Ему ставят, что он был одет так, как кому-то не нравится? Человек может быть актером, певцом, режиссером, скульптором, художником. Ему присваивается какое-то звание. И из-за этого, что он не туда пошел, не так оделся, а если он нудист, например, за что? Какое имеет отношение его творчество к тому, что он пошел не туда, куда нравятся публики? Пусть даже заслуженно не нравится. Вот возьмем Достоевского. Великий писатель, редкий мерзавец, как человек. И таких примеров очень много можно привести. Достоевского лишить звания писателя? Смешно. Петиция ни о чем. Как многое, что связано с вечеринкой. Но если, как выразился Добровинский, просто пошел туда, куда не нравится людям, а какой смысл тогда было извиняться? Вы как-то там договоритесь между собой, а то какое-то противоречие на противоречии. Группа ДДТ в новом клипе на песню «Новости». Снова, в общем, там все про войну, про пропаганду, про любовь, про то, что сегодня происходит. Я посмотрел этот клип, все, как говорится, в десяточку. В общем, Юрий Шевчук снял очень неплохой клип. Я не знаю, кто его смотрел или не смотрел. Пойдите, посмотрите. Я думаю, со многим вы точно согласитесь. Да. Ужасно, что, конечно, такое время и такие песни. Но, как есть. Возможно, кто-то уже смотрел и слушал. Делитесь своими комментариями. А в Петербурге снова госпитализировали Михаила Боярского. Ему стало плохо с сердцем. Об этом пишут СМИ. Напомню, менее месяца назад Боярский уже попадал в больницу. Его жена Лариса заявила, что привезла мужа на обследование. На 31 декабря в театре имени Ленсовета был запланирован спектакль в этом милом старом доме, с участием Боярского и его супруги. Состоится он или нет, я не знаю. Также у него недавно, по-моему, был еще день рождения. Вечеринка Ивлеевой настолько масштабная, что даже в Украине некоторые артисты не остались в стороне. Например, Оля Полякова протроллила стихотворно всю эту вечеринку. Конкретно там и касалась Лолиты Милявской, Киркорова, Собчак. Вот эти вот три фамилии были выделены. Я послушал это все. Очень даже в рифму, очень даже интересно было все это сделано. Единственное, зачем это Оле Поляковой? Этого я не понял. Но дело, когда ты делаешь новости, ты блогер, понятно, ты это все, как, что называется, обзираешь, да? Обзоры делаешь. И то не смогу сказать, что мне это прям приносит какую-то радость. Но просто понимаю, что это будет странно, если я не скажу об этом. Зачем это Оле Поляковой? Вот этого не понимаю. Если бы я был певцом или певицей. Ну, певицей. Господи, что я несу? Певицей. Сейчас мне пишут. Оговорочка по Фрейду. Ну да, я еще не определю. И вы же знаете, что у меня альтрего. Фрося поэтому, Дуся и так далее. Поэтому иногда бывает. Короче, если серьезно. Если бы я был певцом или публичным человеком, ну там артистом каким-то. Учитывая нынешнюю ситуацию, я бы точно не стал бы посвящать никаких стихов. Даже там сатирических стеб какой-то. Не важно. Но это мое. Оля сделала. Я не знаю, как вы к этому творчеству относитесь. Кто послушал ее стихотворение, комментируйте. А в Киеве разоблачили группу подростков, которые насмотрелись сериала «Слово пацана». И пошли грабить и мутузить ровесников. У 16-летнего парня они украли телефон и сдали в ломбард, поделив между собой деньги. Для поиска жертв подозреваемые привлекли знакомых девушек, которые должны были знакомиться с парнями в интернете и звать на свидание. Предпочтение отдавалось подросткам с дорогими телефонами. И вот вам, пожалуйста, к чему это все повело. А певица Марина Хлебникова стала инвалидом третьей группы. Об этом пишут СМИ. Она регулярно обращается к ревматологу с жалобами на боли в суставах. Оказалось, что у Хлебниковой ревматидный артрит. С нового года она начнет получать льготы. Напомню, что 26 ноября Марина Хлебникова появилась в фестивале «Легенды Ретро-ФМ». Там она заметно прихрамывала за сценой. Напомню, что в том году, по-моему, да, или в том, или в позапрошлом году, я уже не помню, был пожар. И она получила ожоги, но выступает живая. Слава Богу. Кстати, Анна Асти, во-первых, удалила пост с Барвихой и ограничила комментарии в Инстаграме и в Телеграме. У Анны Асти начались тоже проблемы. Это еще не все. Вместо Асти новогоднюю ночь в клубе Джипси. Гипси, Джипси, не знаю. Будет развлекать Джонни вместо нее. Потому что ее уже с двух концертов убрали. Ну и также еще могут лишить российского гражданства. Управление по вопросам миграции МВД начало проверку по обоснованности наделением гражданством Российской Федерации в 23-м году певицы Анны Асти. Она же Анна Дзюба. Она гражданка Украины. Российское гражданство она получила в этом году. Так что, вот так вот, ребята. Ну, я ничего не лиша, ничего не отберут. Концерты, да, отменят. Это такой, знаете, поучительный урок. Типа они хотят сделать для них. Или какой-то цирк разыгрывают для публики. Я не знаю, чтобы опять проделать какие-то самые важные грязные делишки в политике. Мы с вами прекрасно знаем, что артистов часто для этого используют. Для того, чтобы перетащить все внимание и фокус. На не очень важные моменты, как обсуждение вечеринки. То, вот, собственно, выходят на арену артисты, шуты и клоуны, так сказать. Которые отвлекают и перетаскивают все внимание на себя. Как там на самом деле сложно понять. Потому что предполагать можно все, что угодно. Наверняка мы знать этого не можем. Но на данный момент вот такие новости. Я не верю, что кого-то накажут. Да, могут вырезать. Да, могут убрать. Там какое-то время ограничить доступ к каналам. Где-то перекрывать кислород. Но сейчас я вам говорю, Алексей, дружно отправят куда-нибудь на восток Украины. И там они будут распевать песни. И все нормально будет. Это уже Ивлееву туда же отправят. Увидите. Вот и концерт Лолиты тоже призвали отменить. Даже уже, по-моему, отменили. Которую уже на 24-й год. Короче, как вы видите. Лолите тоже вставляют палки в колеса. Ее также отменяют, как и многих других. А вот российские военные пригласили Ивлееву. То, что я говорил, на передовую. Чтобы, так сказать, она там публично извинялась. Так что, ребята, напомню. Ей грозят судом в 1 миллиард. Дальше мне там контракты полетели. Кстати, еще интересный момент. Я вчера, по-моему, говорил, что один из ее спонсоров МТС от нее открестились. И как выяснилось, как выяснилось, что спонсором той самой вечеринки, внимание, как раз была компания МТС. Вот так вот, да? Как они лихо, быстренько от нее открестились. Как будто их там и не было. Вот же не повезло Настюшке опасность. Вот что, значит, да выпендривалась. Да и патировала. А теперь вот непонятно, с чем это все закончится. А вот, например, вечеринка Эйды Галич и ее подружки в прошлом. Прошел очень спокойно, скромно, не с таким размахом. О ней практически никто особо не говорил. Но это просто, знаете, я вам провожу такой катрас, да? Когда-то же они вдвоем. В свое время были подругами, вайнершами, как это называется. Снимали все видео. Потом они стали подружками. Потом разругались. Потом снова помирились. Потом окончательно уже разошлись. И я так все время думал, что у них есть некая конкуренция. Кто из них круче. И Ивлеева, конечно, была намного, как это сказать. Я не могу сказать, что круче, но громче так точно. Вот видите, показывает опыт. Тише едешь, дальше будешь. По крайней мере у Эйды Галич таких проблем нет, которые сейчас себе наделала Настя Ивлеева. Яна Поплавская. Я уже прям перенервничал, думая, что все, она больше ничего не говорит. Снова выдала базу про эту самую вечеринку. Она вообще сравнила Настю Ивлееву с «Прости господи». Девушкой древней профессии. Накатала там целый пост. Цитирую. Все, что Ивлеева изображает, уже было. Повторила свою роль из монастыря. Устроить трэш и угар. Потом на коленях умолять «Простите, отпустите». Изображает верующую православную. Именно изображает. Такое любят «Прости господи». Корреспондент или полицейский спрашивает, почему проституцией занимаетесь. А она плачет. Мать больная, дети голодают, паспорт отобрали, заставили, простите, больше не буду. Не надо православие использовать как размерную монету. Сначала взрослые мужики и бабы творят такое, что всю страну от этого трясет. А потом говорят, что православная Россия умеет прощать. Но я уже говорила. Для них православный крест – только модный аксессуар. Цацко. Устроить похабную вечеринку во время рождественского поста, который важен и для православных, и для католиков. Это имеет отношение к человечности. Все вторые шансы давно были даны всей этой кампании. Тут правильно задать вопрос. А имеет ли вообще Ивлеева право просить прощения? А есть второй шанс у мобилизованных на войну? А штурмовиков и так далее и тому подобное. Ну и там дальше по тексту, в общем, там еще долго и долго можно это все комментировать. Но я не буду, потому что вы уснете. Ну, в общем, поняли, да? Что Яна Поплавская считает, что всей этой кампании шансы были уже даны и вторые, и третьи. Нельзя их прощать. Все это Содом и Гамора. Всех наказать. Отрезать кормушки от телевидения. Забвению предать. И вообще отправить на фронт. Тайский фермер и художник создал гигантский рисунок с соображением трех спящих котиков. Вы только посмотрите на эту красоту, как это сверху все выглядит. Один из которых, кстати, держит в лапках рыбку прямо в рисовых полях. Выглядит потрясающе. В этом ему помогало еще, конечно, 200 волонтеров. Одному невозможно с этим справиться. Высаживали в поле рис разных цветов с помощью трона, проверяя, соответствует ли результат эскизу. Вот, собственно, как это все выглядело. Это невероятная красота. Это же тоже произведение искусства. Это так сложно сделать. Но они молодцы. Очень круто. Великолепно. Какие прекрасные новости. Александр Роднянский тоже не прошел мимо этой вечеринки. Он не смог. Вы видите, что происходит? Цитирую Роднянского. Честное слово, я не хотел об этом писать. По простой причине я очень далек от московской жизни. Совсем не интересуюсь ее новостями. Крайне редко пересекаюсь с теми, кто живет там. Но тут случилась почти вот эта вот обнаженная вечеринка. И до меня докатились раскаты дальнего грома. Не то, чтобы почти голые вечеринки что-то новое для российской жизни. Шумная гей-партия ЛДПР в бассейне не вызывала в свое время ни особого интереса, ни осуждения. Дело в другом. Многократно мои уехавшие друзья говорили оставшимся, что дело не только в моральных принципах. В невозможности, мол, жить в стране, ведущей агрессивные войны с соседями и лишая жизни мирных граждан. Что дело даже не в столь обидном для вас нежелании братской Украины быть с Россией. Что дело не в подлом НАТО, покушающемся на суверенитет России. Вернее, дело не только в этом. Дело в том, во что именно превращается сама Россия. И ваши, жители сегодняшней России, жизнь. Жалкая прошлая вечеринка, устроенная звездами шоу-бизнеса во время кровавой войны, вместо естественных насмешек, вызвала волну репрессий. Москва стала похожа на Чечню. Посыпались публичные извинения, дрожащих от страха участников вечеринки. Возникли налоговые проверки, замаячили перспективы уголовных дел. Поймите, наконец-то, тоталитарный режим тем и отличается от авторитарного, что живет он не где-то на улице, а на вашей кухне. Спит в вашей постели, слушает ваши разговоры. С друзьями и близкими, читает вашу переписку, контролирует ваши интимные предпочтения. Никто вам уже не даст жить, как прежде, в обмен на молчаливое согласие с политикой режима. Внутренняя эмиграция невозможна. От вас требуется деятельность, соучастие во всех омерзительных акциях и мероприятиях этой власти. Вы должны стать маленькими Мизулинами, Бородиными, Симонянами, Киосаянами и прочими столь противными вам людьми. Именно в этом смысл громкого скандала. Суть происходящего в России — трансформации. Именно эти репрессии, лицемерные проповеди новых учителей морали, на фоне государственной политики, нарушающие все мыслимые международные нормы, и называют сегодня русским миром. Вот против этого мира и сражаются сегодня украинцы. Вот такой вот пост написал Александр Роднянский. Если кто-то не знает, кто это, это продюсер, режиссер. Ну, он очень много разных фильмов, сериалов делал телеканалами. Он сначала в Украине заправлял тот же 1 плюс 1 канал, тоже был под его руководством. Потом он уехал в Москву. Когда война началась, он, конечно же, уехал. Милош Бикович тайно женился на Иване Малич. Об этом проговорился Иван Охлобыстин в одном из интервью, когда рассказывал о съемках второй части «Холопа». Цитирую. Милош настоящий православный человек, у него очень серьезное отношение к женщине. Он сейчас женился, слава богу, у него прекрасная жена. Юрий Николаев признался, что очень сильно сожалеет об отъезде Аллы Пугачевой. Он по-прежнему считает Примадонну умной и мудрой женщиной, которая просто поехала за своим мужем и надеется, что она вернется. Цитирую. Обидно, что такое произошло. Раньше Аллу Пугачеву любили на всех ступеньках иерархии. А сейчас? Грустно, что она уехала. Почему так произошло? Но, видимо, Галкин ее подтолкнул на это. Но не будем сейчас никого осуждать. Так сказал Юрий Николаев. А до этого он говорил совсем другое. А генеральный директор ТНТТ на Канделаке сказала, что новогоднюю комедию Иван Васильевич меняет все. Переснимает. Напомню, что уже заменили постер фильма, убрали оттуда Филиппа Киркорова. Канделаке объяснила, что фильм решили доработать, чтобы сделать картину более острой и интересной. Что она имела в виду? И почему в последний момент решили все это переснимать? Какие-то сцены они там, в общем, снимают заново? Я так предполагаю, что, наверное, связанные с теми артистами, ну, конкретно с Киркоровым и кто там еще мог быть, я не знаю. Лера Кудрявцева обратилась ко всем иноагентам, которые ликуют в соцсетях после скандала вокруг вечеринки Насти Ивлеевой. Ну и, в общем, я не буду цитировать Леру Кудрявцеву, пусть она сама за себя говорит. Она говорит, вы слушаете и, конечно же, даете свой комментарий. Меня больше всего в этой истории забавят иноагенты, которые просто выползли из всех щелей и стали дико радоваться, что происходит вокруг вечеринки Насти Ивлеевой. И у меня этот месседж, наверное, только к иноагентам. Я думаю, что все прекрасно понимают, ребят, что вы, кроме России, нигде не нужны. И вот эта вот ваша радость, соседа сдохла корова, течока приятна, но она как минимум говорит о вас. Ну, такое себе. Кстати, Лолик, я тебя очень люблю. Максим Фадеев решил возобновить свой проект «Глюкоза», но уже без Натальи Ионовой. Причиной стало ее появление тоже на той самой вечеринке Насти Ивлеевой, и она там была. Максим Фадеев посчитал, что она таким образом дискредитирует концепцию проекта Цити. «Больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом». Проект «Глюкоза» — это два альбома. «Москва» и «Глюкоза Ностра». Все остальное — это уже изыски Ионовой. И так далее. И там большой пост он написал, тоже отсчитал. Всех, кто там был, и все такое прочее. Чего нового, все стабильно. На этом основные новости на сегодня закончились. Но у нас, как всегда, будет рубрика «Хорошего, доброго и прекрасного». А как же без этого? И перед тем, как мы к ней перейдем, я еще раз хочу вам напомнить, мои любые друзья, пани Тапанова, если вы еще вдруг не поставили лайк, сердечко в подубайку, самый зараз, пожалуйста, обязательно это сделайте. Я вам буду дуже-дуже-дуже вдячный. Спасибо всем спонсорам этого канала. Напомню, что каждый из вас может также присоединиться. Но для меня это будет невероятная поддержка. И большое спасибо всем тем, кто меня поддерживает. И всем вам за то, что приходите, смотрите, и вы неравнодушны. Это уже прекрасно. Ну а прямо сейчас врываемся в рубрику «Добра». Погнали! Вот такие вот танцующие зверьки. Наверняка вы подумали, кто это такие. А перед вами Сифаки Веро. Вид приматов, обитающих исключительно на юге Мадагаскара. Они настолько привыкли к жизни на деревьях, что передвигаться по земле могут только с помощью прыжков, немного напоминающих танец. Эти зверьки живут небольшими группами и весьма дружелюбны друг к другу. Известно также, что в большинстве случаев после конфликтных ситуаций между друг другом они стараются найти путь к примирению и восстановить дружеские отношения. А так вот, если честно, посмотреть и не знать этой всей информации действительно как будто прям танцуют в порядок, знаете, прям мило это очень. О, это прям работа мечты. И вообще мне бы очень хотелось, чтобы такое было в каждой стране, в каждом городе. Смотрите, вот этот мужчина постоянно забирает хвостиков и едет с ними в парке в разные интересные места, в лес гулять. Выгуливает все вместе и всем очень весело и дружно. В этот момент хозяева могут заниматься своими делами и это прекрасно. Ну а у парня, конечно, работа мечты. Как вы видите, хвостики все счастливые. Обалденно. Я хочу. Вот это вот работа для меня. Откройте кто-нибудь такой бизнес, я буду вот прям со всеми гулять. Это классно. Кошка провела несколько дней под завалами, пока ее не заметили на видео внимательные пользователи. В городе прошло торнадо, которое разрушило тысячи домов. В одном из таких домов жила кошечка, пока ее хозяйка ненадолго уехала. Один из волонтеров отправился на место разрушений и сделал видео, показывая масштабы произошедшего. В интернете одна из пользователей с внимательных заметила комочек, который лежал на заднем плане. Тогда волонтеры вернулись на место разрушенного дома и приглядевшись заметили спящего под завалами на подушке котика. Парень вытащил беднягу, отогрел, накормил и отвез в ветеринарную клинику. После осмотра врачей приехала ее хозяйка и забрала кошечку в новый дом. В общем, все прекрасно. Кошечку нашли. Это невероятно. А это у нас история про дружбу. Несмотря на то, что кто-то больше, кто-то меньше, но они нашли общий язык и как вы видите, маленький наездник, так сказать, очень сильно сдружился с конем. Все время его выгуливают, а конь очень даже к нему привязался тоже. Представляете, вот такая вот парочка у нас еще одна. Тюлененок оказался в ловушке и отчаянно звал кого-нибудь на помощь. К счастью, его заметила одна добрая женщина. Она прогуливалась по пляжу, когда услышала огромный писк. Она заметила в расщелине камней несчастные глаза. Когда она поняла, что перед ней маленький тюлень, она немедленно вызвала специалистов. Понадобилось немало, конечно, силы времени. Из-за прилива людям пришлось операция по спасению прошла успешно. Он посмотрел с благодарностью на спасатели и уполз подальше от неприятностей. С ним все хорошо. Ну и напоследок помню еще немного милоты. Вот такое вот фото дня. Отец и сын. Какая же милая картина. На этом рубрика добра закончилась, но видео продолжается. Несмотря на то, что мне наяривают и наяривают. Сейчас они меня реально выхватят, честное слово. Шесть раз я уже скинул. Это разве не говорит о том, что я не могу сейчас ответить? Тем более, я человек такой, знаете, обязательно. То есть, если мне звонят, я всегда беру трубку. Если я вдруг только его там пропустил, ну не знаю, там не услышал или выходил в душе был, например, я тут же перезваниваю. Но если я шесть раз уже скинул за последних 15 минут, то это же, наверное, говорит о том, что я не могу взять трубку. Нет, звонят, пишут, пишут и пишут. А ты не можешь взять трубку, ты не хочешь взять трубку. Алло, ау. Тысяча вопросов, боже. И это при том, это при том, вот чтобы вам было так немножечко понятно. Если я могу вот конкретно этому человеку звонить, ответить через 3-4 дня, если я звоню там, мне не отвечают, они перезванивают, вообще не перезванивают. Я могу там через неделю снова набрать, могу трубку взять. Но если я не отвечаю, не дай бог, в ту же секунду где-то в чате, сразу же мне начинают наяривать. Вот такие вот люди, понимаете, такие странные стандарты у людей. И не собирался я об этом сейчас говорить, но вот, понимаете, по-живому выбесили меня. Я понимаю, что ты что-то хочешь от меня. Ну подожди, я перезвоню. Ну шесть раз скинул. Ой боже, уже 20 сообщений мне написали. Сейчас еще буду выслушивать, потом непонятно что, поэтому долго с вами не буду разговаривать. Не знаю, что там происходит, но надеюсь, что ничего серьезного. Кстати, я вчера ходил по магазинам, не поверите, не мог найти салфетки зеленого цвета. Вот я захотел себе салфетки зеленого цвета. Это же год зеленого дракона будет. И мне вот что-то стукнуло в голову, зеленые красивые салфетки хочу. Нигде не могу найти. Я не думал, что это окажется с такой проблемой. Обошел все, что только почно. Все вокруг и в торговых центрах, и во всех супермаркетах, и в разных магазинах. Куда я только не заходил, нигде нет. Куча разных салфеток, какие хотите, только не такие, как я себе вот задумал. Я немножко расстроился, но потом я понял, это конечно не самое страшное, поэтому конечно я с этим справлюсь, ради бога, но просто странно, да? Вам что, сложно зеленых салфеток напечатать? Удивился, удивился. Но вот что меня повеселило, я значит зашел еще когда бегал за этими салфетками, пробегал мимо бракарда в торговом центре, магазин бракард, это большая сеть магазинов, парфюмерии, всякой косметики, в общем, большой такой бренд, бренд, ну да, бренд, магазин, бренд, который торгует многими брендами, всеми, которые только могут и не могут быть. Ну не всеми, конечно, но очень многие. Короче, большая сеть магазинов, в Украине люди знают, что это. Зашел я, подумал, что может что-то найду по скидке, мне в принципе крем для лица нужен, мне кажется, что задача крема это просто увлажнить кожу зимой, да и все, ну там летом кому что, я так редко пользуюсь, я мог купить эту баночку, мне на год, на два хватит, потому что я через два, через три раза ей пользуюсь, пока там не увижу, что уже надо намазать. Ну просто думаю, сейчас же новогодние скидки, но зайду я зиму. Парфюма я не смотрел, только исключительно крем, подумал, посмотрю. Смотрю, значит есть еще и скидка написана, минус сорок, минус пятьдесят, ну я прям сразу, нифига себе, я уже собрал собрать, а потом думаю, так стоп, а вобью-ка я в гугл ценовую политику вот данного кремушка, вбил, что вы думаете, в других магазинах, абсолютно нет скидки на этот крем, но он там дешевле, даже без скидки, минус пятьдесят, вот так вот, как красиво все преподнесли, я такой улыбнулся, конечно и пошел, такой себе, знаете, то лишь бы написать минус пятьдесят, это маркетинговый ход, а не больше, главное написать вот это скидки семьдесят минус, там маленькими где-то до, в итоге ничего там нет, ни семьдесят, ни пятьдесят, ни сорок, в итоге вообще нет, никакой по факту скидки, я так понимаю, что это была какая-то цена, они умножили на три, а потом сделали минус пятьдесят, короче, ужас какой-то, я думаю, слава богу, что я его не взял, но я, конечно, там недорогой, но все равно, знаете, неприятно, зачем переплачивать, думаю, ладно, господи, мне этот крем прям так нужен, пойду в какой-нибудь другой магазин, или в интернете закажу, там дешевле будет, и все, а так, в принципе, ничего особенного, боже, опять названивать, ладно, ребят, все, извините, надо уже брать трубку, не знаю, что там происходит, завтра расскажу, что же мне там так наяривали, что там случилось, при том, что мы полтора часа назад только разговаривали, все, заканчиваю свою болтовню, всех, у кого сегодня день народжения, именины, я витаю вас с вашим днем, любовью вам чистую, искренней, взаимной, крепкого здоровья вам, вашим близким, чтоб все были живы, здоровы, классных людей вам рядом, новогодних не только вам сюрпризов, и настроения в первую очередь, и чтоб все было хорошо, ребят, мирного неба над головой, держимся, все будет хорошо, с наступающим новым годом, до завтра, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok